Всем привет с вами Томас и сегодня я буду делать обзор долгожданного своего фотоаппарата зеркального фотоаппарата Canon EOS 1200D вот так он у нас выглядит с 18 на 55 миллиметров крышечка тут также я покупал для фотоаппарата ну кроме фотоаппарата я покупал штатив на 2 метра также я покупал сумку очень хорошую такую и в принципе карту памяти на 16 гигабайт который сейчас находится в нем давайте посмотрим на объектив на объективе есть кольцо зуммирования то есть приближение также есть кольцо также есть такая вот кнопочка где можно регулировать режимы AF и MF если мы поставим MF то кольцо будет очень хорошо регулироваться если поставим AF то кольцо будет регулироваться тяжелее и сразу же с таким звуком AF это автофокус AMF это ману фокус давайте снимем крышечку вот такой вот объектив кстати все свои скорее всего я буду снимать видео именно на этот фотоаппарат в будущем ну ладно давайте в принципе начнем так продолжаем я еще где-то шел и так давайте включим автоаппарат сначала я расскажу вообще что входило в комплект в комплект входила инструкция по эксплуатации которую я вам наверное буду показывать потому что я сейчас снимаю обзор а не распаковку также было что там еще что-то подобие инструкции потом потом был ремешок который сейчас находится на фотоаппарате вот он вот ремешочек также что там еще было объектив и сам в фотоаппарате вроде как больше ничего всякие крышечки были крышечка для закрытия объектива с двух сторон и крышечка для закрытия самого самого фотоаппарата в общем здесь у нас находится не поворотный экран я подумал зачем переплачивать за поворотный экран здесь у нас находится еще вот я не понял что это такое то ли для микрофона разъем то ли еще для чего-то также разъем для того чтобы подключить компьютер или еще куда-нибудь и HDMI чтобы подключить как я понимаю к телевизору здесь есть вот такое-то окошко давайте посмотрим давайте посмотрим вот здесь вы можете наблюдать картинку вот можно смотреть как через экранчик на 3 дюйма и вот в этот так в общем давайте посмотрим а кстати что еще в комплекте было конечно же зарядное устройство и сам аккумулятор вот такой вот аккумулятор вот аккумулятор вот давайте обратно вставим и здесь кстати без штатива идет специальный специальный вход давайте включим и так вот у нас включился этот аппарат сразу я вам говорю я сразу вам говорю что я им уже пользовался уже попользовался день в общем давайте чуть-чуть отодвину и попробую сделать какую-то фотографию на автопарад так давайте возьмем и вот вот так можно приближать вот этим это зум это у нас давайте попробуем фокусировать у меня слишком сильно освещение но все-таки видите у нас размывается фон так давайте посмотрим далее далее здесь у нас есть место для крепления вспышки или еще чего-нибудь здесь у нас колесико выбор режимов сейчас у нас стоит запись видео это у нас ночной портрет спорт крупный план пейзаж портрет творческий автоматический то есть полностью автоматический режим в котором вам в принципе ничего не нужно делать без вспышки со вспышки кстати вот здесь находится вспышка ее можно включить нажатием этой кнопочки давайте попробуем сделать фото вот как мы видим мы сделали фото давайте я сейчас попробую вас сфотографировать она чуть не хочет фокусировать давайте например вот это сфотографируем так минуточку объектив что-то а вот все отлично значит дальше у нас идет программа пейд автоматическая установка затворы диафрагмы также а есть с приоритетом выдержки дальше с приоритетом диафрагмы можно настроить диафрагму полностью и полностью абсолютно ручной режим в котором вам нужно настроить все абсолютно самому настраивайте выдержку диафрагму iso вот фокус можно выбрать какой будет можно выбрать как будете снимать покадрово по одному кадру или как также в этом фотоаппарате присутствует 9 точек фокусировки вы можете фокусироваться на 9 точках можно выбрать любую из этих с помощью вот этого колесика выбираете любую точку и фотоаппарат фокусируется на нее давайте ее выберем вот она и теперь нажимаем и фотоаппарат фокусируется вот давайте закрываем вспышку в принципе вот и весь этот обзор я фотоаппарата очень долго ждал мне он безумно понравился в общем давайте сейчас снимем объектив вот такой вот объектив давайте я сейчас возьму еще один объектив который к этому фотоаппарату к сожалению не подходит опа у меня крышка упала ну ладно в общем вот он второй объектив который не подходит к этому фотоаппарату но я обязательно куплю к нему переходник это легендарный объектив Eiffelio 44.2 я в своем инстаграме о нем уже показывала делаю фотографии этого объектива в общем вот такой вот очень крутой объектив я еще с ним не разобрался я не знаю что здесь и как где тут фокус где тут что потому что как я понимаю здесь даже два колесика вроде как это одно где-то тут второе вот это вот наверное здесь тоже фокус и зум в общем к сожалению он не подходит к этому фотоаппарату потому что он чуть меньше вот видите да подходит но я надеюсь что можно будет сделать так чтобы он подходил и этот объектив подходит для съемок для съемки портретов и так также для съемки растений мудкротства фантастик вблизи вот вот это объектив намного легче чем этот советский объектив тяжелее намного это металлический а это нарушение breath по весу. В общем, ребята, на этом всё. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. На своём Томас. Всем удачи и всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Томас.